Всем привет! Наконец-то я вернулась домой и вы знаете, когда я была в поездке, я взяла с собой все самое необходимое и потом я осознала, что я уже очень давно не снимала фаворитов и сегодня я хотела бы рассказать о том, чем я прям регулярно пользовалась этой весной забираю с собой в лето и в принципе я даже уверена в том, что эти средства надолго поселятся в моей косметичке Итак, мой первый любимец это спонж для макияжа от Наташи Шит Вообще он отлично отмывается, но дело в том, что у меня закончилось кусковое мыло Я всегда покупаю самое дешевое по акции, Палмалиф, какие они там бывают В общем, все они работают приблизительно одинаково и прекрасно отмывают любую губку для макияжа Это у меня появилось несколько недель тому назад Но слушайте, это просто находка Он очень сильно увеличивается в размере И он еще мягче, чем Бьюти Блендер, чем Ико Тулз И он не так съедает косметику, тональный крем, все, что вы наносите по сравнению с другими губками Я не заметила, чтобы он хоть где-то треснул, при том, что это мягчайший материал И я мыла его много раз, не жалея, поверьте мне С ним все в порядке Я должна сказать, что это один из лучших мягких, непрожорливых спонжей Которые я когда-либо пробовала Если вы еще с ним не знакомы, то однозначно советую присмотреться, прикупить себе Потому что он очень классный В крайнем видео о бюджетных находках я уже показывала эту палетку и нанесение, и сводчи Это все в одном от бренда L'Amel Это мой фаворит, я не могу о нем не вспомнить Эта палетка у меня в номере 1 Здесь очень классный бронзер Все в таких универсальных, многим подходящих оттенках Правильных Если скульптор, он и не рыжий, и без такого фиолетового подтона Который присутствует в некоторых скульпторах И они на моем лице дают эффект синяка Это не то, чего я добиваюсь Вот здесь все замечательно, гармонично И здесь приятная текстура, они хорошо тушуются Но кроме этого, я хотела бы показать единичное средство Это и бронзер, и скульптор Если вы помните, то много лет тому назад Ну, не так-то много, потому что я заканчиваю сейчас свои старые запасы И в некоторых видео вы даже можете встретить еще такой бронзер, скульптор бренда MAC В оттенке Baby Don't Go Его, к сожалению, сняли с производства И я долго не могла найти замену Это просто идеальное средство для светленьких девушек Для светлокожих именно, да? Это бренд Make Up Forever Я давно на него засматривалась Все ходила вокруг да около в Сифоре И ждала, когда у меня хоть что-то закончится Чтобы как-то оправдать свою обновку Оттенок S112 И вот это просто спасение для всех тех, у кого приблизительно такой оттенок кожи, как у меня У кого он светлее, он такой приятный, шелковистый, он никогда не пятнит Он кажется светлым, но на лице он дает и легкий оттенок загара И при этом придает легкую скульптурность лицу Если у вас такой же оттенок кожи, как у меня И светлее, если вы работаете визажистом То вам такое однозначно надо На уходе я особо останавливаться не буду Но покажу одно средство Которое является универсальным Даже нашим семейным фаворитом Потому что им пользуется мой муж, я Мы используем его для лица и тела Это лосьон от бренда CeraVe Вообще, сама марка родом из США Она была разработана дерматологами И ее чаще всего рекомендуют Потому что это качественный базовый уход Который помогает нам восстановить гидролипидный барьер нашей кожи И таким образом усиливает защитные функции от окружающей среды Что это значит? Когда мы купаемся в бассейне, наша кожа пересыхает И ее нужно обязательно восстанавливать Так вот, в состав всех средств CeraVe входят церамиды Целых три вида Также гиалуроновая кислота и дополнительные компоненты Которые увлажняют нашу кожу в первую очередь Если это очищение Кстати, я до сих пор не докупила себе гидрофильное масло И вы знаете, я не заметила ухудшения в состоянии кожи Просто эти средства работают настолько хорошо Что я не нуждаюсь в чем-то еще И я отпустила ситуацию Продолжаю пользоваться тем, что работает классно Вот у меня заканчивается мицеллярная вода Она очень бережно удаляет все загрязнения Я снимаю ею макияж Она не пересушивает кожу Она вообще не жжет глаза Очень классная И у меня где-то есть еще одна бутылочка Я обязательно продолжу всем этим пользоваться Также умывалка Я много раз рассказывала о ней Она опять же не пересушивает кожу Она классно удаляет макияж Остатки макияжа И мне нравится, что после использования этого геля У меня для нормальной сухой кожи Моя кожа не нуждается как бы в сиюминутном нанесении Тоника, эссенции, крема, чего угодно То есть ей абсолютно комфортно У меня не пенящаяся версия У мужа для комбинированной кожи Она более так сильно очищает Ее, если у вас кожа склонна от жирности То вам подойдет вторая версия Если наоборот подсыхает То вот это И это средства я также использую для всего тела Они вообще не раздражают кожу Мне нравится то, что нет никаких отдушек И возвращаясь к вот этому лосьону Он не забивает поры Он очень легкий То есть такая вот консистенция И сейчас, когда будет жарко за окном Мы все-таки нуждаемся в увлажнении Но многие средства ощущаются прям Чем-то таким липким, жирным, неприятным Как дополнительный слой Вот это очень качественное увлажнение Быстро впитывается И под макияж И в качестве вечернего ухода Я не думаю, что летом, когда жарко, понадобится больше Даже зимой я пользовалась этим лосьоном И было абсолютно достаточно Просто универсальнейшее средство Мой муж пользуется для лица вот этой штукой И сейчас она заканчивается Это уже вторая наша упаковка Он говорит, да купи еще И в моей сумке для спортзала Есть вот такая компактная версия Здесь 88 миллиметров Миллилитров То есть такой дорожный вариант Не занимает много места И, кстати, надолго хватает Несмотря на то, что его как бы немного Его не нужно наносить какое-то огромное количество Даже на тело Он и так справится с увлажнением Еще я знаю, что у ЦРВ есть флюид с SPF 25 Его тоже очень хотелось бы попробовать Знаете, церамиды это как кирпичики Которые выстраивают защитный барьер нашей кожи Это очень важно Помните о том, что базовый уход Это просто основа Основа, от которой мы всегда должны отталкиваться в уходе И кроме этого Для лица, для тела я больше ничего не покажу Потому что это, пожалуй, самое любимое То, на чем хотелось бы сделать акцент Поехали дальше Буквально случайно я открыла для себя тушь века Я сидела, красилась в аэропорту И поняла, что моя тушь очень сильно подсохла И она не дает мне достаточно объема Она, в принципе, не очень хорошо прокрашивает ресницы Я зашла в Beauty Free Привет, моя зрительница Которая дала мне дополнительную скидку И эта тушь обошлась мне в 20 евро Не дешево Я продолжаю любить бюджетное Но иногда хочется попробовать что-то У меня не было особого выбора Поэтому я решила попробовать тушь от бренда Benefit Я купила ее и не возлагала никаких особых надежд Мне нравится то, что здесь силиконовая кисточка Не кисточка, а щеточка И она так круто прокрашивает ресницы прямо от корней Она обволакивает каждую ресничку Она фиксирует ресницы в таком положении, в котором надо Формула у нее такая, знаете, как бы кремовая Кремово-гелевая То есть она не сухая Если вам такие не нравятся, то это не ваш вариант Но тем не менее, эта тушь держится как прибитая целый день Мало того, когда на росписи Кстати, вы спрашивали, что за тушь, что за тушь Сейчас, может, из-за такого активного макияжа не особо видно Но вот во влоге, где мой брат расписывался На мне была эта тушь И многие отметили, что вау, какие у тебя ресницы На росписи я расплакалась И эта тушь вообще не размазалась Она не осыпается, она не отпечатывается И вот я редко хвалю дорогие туши Но вот бывают такие случаи, когда ты тратишься И тебе не жалко ни одной копейки Вот это он То, на что нам не особо придется тратиться Но при этом мы получим супер качество Это бренд Lamelle У меня зависимость от этого дуэта Карандаш в оттенке 07 Это уже мой второй Я была в Украине и докупила себе Очень красивый холодный нюд Который добавляют нам миллиметр в подарок Он прекрасно держится У него очень приятная слегка гелевая текстура И пигментация Вообще, вот эти карандаши очень хорошие Помада сегодня вначале была одна Потом я вот этой подкрашивалась Это линейка Insta Girl Оттенок 101 Pink Latte Очень красивый нюд Я не знаю, мои помады Ну, ничем практически не пахнут Девочки писали, что иногда у них Какая-то такая душка Я не замечаю Может, у меня что-то с обонянием И в дуэте Вот эти две штуки Смотрятся так красиво и дорого на губах Это матовая стойкая помада Которая не сушит губы У них хорошая пигментация Вообще, у меня есть практически все цвета Но вот этим я пользовалась чаще всего Также покажу вам самую горячую новинку Вообще, мне достались средства С декоративной линейки от Эйзенберг Чуть раньше, еще до премьеры За это огромное отдельное спасибо Это была для меня честь попробовать Я знаю, что над ней трудились больше шести лет И когда я выбирала оттенок консилера онлайн Я прогадалась цветом Я дождалась того момента Когда они появились в продаже в Сифоре Да, в Польше они уже продаются И я отправилась в Сифору Купила себе подходящий мне цвет И что я должна сказать Я поехала практически на две недели Сколько там меня не было Короче, каждый день я корила себя за то Что я не взяла с собой вот эти консилеры Я просто схватила свою дорожную косметичку И пользовалась тем, что там уже есть Те средства, которые работают Но потом в сравнении Ты понимаешь, что это что-то вау Порадовало то, что все декоративные средства Из новой линейки Эйзенберг Они чуть ниже по ценнику То есть они более доступны А учитывая наши скидки в размере 20% Получается дешевле, чем Ивсен Лоран Чем тот же Эстиллаутер То есть цена очень даже приемлемая У меня оттенок 0,2 И он довольно светлый Я думаю, что как раз он подойдет Большинству славянских девушек Вообще у них такой интересный спонж Нетипичный, я бы сказала То есть кругляшок такой И вот этот оттенок мне подходил до того момента Как я пользовалась автозагаром А вот когда я чуть-чуть подзагорю Или намажусь Оттенок 0,3 Сейчас, когда вот так как я сижу сейчас перед вами Я просто их смешиваю Эти консилеры я могу назвать даже и консилерами И корректорами Потому что они имеют очень хорошую плотность покрытия Они вообще не сушат Они вообще не скатываются И их также можно использовать для маскировки Каких-то несовершенств Я сейчас не буду рассказывать о тональном креме О базе Как-то в следующий раз Просто это то, что мне больше всего понравилось То, чему я не нахожу аналогов Среди того, что у меня есть Среди того, что я пробовала Среди того, чем я когда-то пользовалась А через мои руки проходит очень-очень много Как вы можете понять И эти консилеры настолько классно скрывают Все следы усталости И вот это ощущение комфорта Точнее, их просто невесомая текстура Это то, за что я их очень сильно люблю Они не такие плотные, как Как он назывался? От Too Faced, которым я пользовалась Плотный такой, да? Он у меня был в поездке И каждый день я думала Господи, чем мне намазаться под него? Чтобы не было так сухо Потому что в поездках обычно у меня очень сильно пересыхает кожа А вот эти консилеры, им вообще не важно На какой крем я их нанесла Без крема, конечно, такой ситуации не было Но мне кажется, что здесь просто есть какие-то уходовые компоненты Вообще, декоративка Эйзенберг Она также про уход Про такой макияж без макияжа И вы знаете, если бы даже мне никогда больше не присылали ничего от этого бренда Консилер я бы однозначно покупала Точно так же, как те средства, которые я показывала ранее Вот такая ловстория у нас случилась с этими консилерами И поверьте мне, если бы он мне не понравился Я бы сама не отправилась в Sephora И не купила бы второй Это о чем-то говорит Огромный камбэк сейчас переживает Пудра от MAC Это Mineralize И вы знаете, так интересно, я поехала в Украину Это вообще любимая пудра моей мамы Которую она наносит такой плотно набитой кистью кабуки на все лицо И тогда она получает хорошее покрытие, в принципе, без тона И потом я разговаривала с женой уже Не с невестой, а с женой моего брата У нее жирная кожа Она говорит, что пористая Но я бы так не сказала И она говорит, что это ее любимая пудра У меня нормальная, склонная к сухости Иногда проблемная И я тоже ее очень сильно люблю Это сатиновая пудра Которая дает дополнительное покрытие Вот когда я пользуюсь каким-то легким тональным кремом Или вообще я вернулась к ней тогда Когда моя кожа была в плачевном состоянии Я пользовалась тоном И мне нужно было еще что-то наслоить Чтобы скрыть все И чтобы текстура не так сильно была видна Я пользовалась этой пудрой И это было... Я ее очень сильно люблю Она не скатывается Она выглядит очень живо на лице То есть сейчас на мне летчайший биби-крем Сиси-крем от Морикей И вот эта пудра Больше ничего То есть она не матирует Она как бы фиксирует макияж Дает дополнительное покрытие И при этом смотрится на лице Практически как ваша кожа То есть она скрывает поры И даже если у вас неудачный тональный крем Вы припудритесь вот этой пудрой Все станет в разы лучше И это мой трюк И под глаза иногда я ее наношу Но под глаза сейчас вот этим консилером Мне больше не надо Ой Или когда вы плохо растушевали бронзер Берете эту пудру Еще раз прошлись Все идеально Просто очень сильно ее люблю Я не знаю сколько раз я ее сама покупала По-моему мне даже ни разу ее не дарили И я буду продолжать это делать Что касается кисточек И того чем я наношу и скульптор И пудру Это бюджетные кисти Несомненно я очень люблю кисти Наташишек Но у меня есть не все Мне их здесь в Польше сложно достать Или практически невозможно достать И ее кисти для глаз Очень рекомендую То есть если хотите потратиться Потому что они не дешевые У меня есть из белки Они вот просто в разы лучше Чем все остальные Но если у вас очень сильно ограничен бюджет То советую обратить внимание На кисточки из Алиэкспресс Джесса Без понятия как это читается Но суть в том Что я постоянно сейчас пользуюсь Вот этими двумя кисточками Вы часто спрашиваете Ора что за кисть Для скульптора Для бронзера Это уже я не знаю Второй год наверное этим кисточкам Да я их покупала весной То есть год я ими реально пользуюсь И также для глаз у меня есть набор И сейчас моя мама заказала себе Потому что они ей понравились Вот эта кисть для пудры Для бронзера Это просто мои фавориты Этой весны Но весь набор Также могу вам советовать Я знаю что многие девочки Заказывали по моей рекомендации Если вы ищете какие-то недорогие варианты Но никак не получается купить шик То обратите внимание На вот эти кисточки Даже моя подружка Которая постоянно ко всему цепляется Настя То есть она всегда там все плюсы Минусы за и против Она говорит что Слушай для такого непрофессионального использования На каждый день этого хватает с головой Ссылками я поделюсь внизу Вот эта база от бренда Kiko Мне очень понравилась Это легкий улажняющий крем В качестве ухода я бы это не расценивала То есть это просто улажняющая Сияющая база под макияж И когда не было прыщей Когда кожа была нормальной Я ее пользовалась И это такое красивое извлечение Здесь нет никаких блесток Легкий бежевый оттенок И супер красивое влажное свечение То есть я даже не уверена Что вы вообще что-то заметите Когда нанесете это на руку Ну то есть как бы Что-то такое легенькое Но поверьте мне Что это настолько красиво просвечивается Из-под тонального крема И всегда когда эта база была на мне Если еще и тон и в Сен-Лоран поверх Всегда масса вопросов Оля что так красиво сияет Что так красиво сияет Это вот эта база от Kiko И она универсальная Так как это не что-то супер улажняющее Это подойдет даже для жирной кожи На область декольте Даже когда жара там не знаю Что-то хочется подсветить красиво ноги Это такой большой объем капельку берете И этого будет достаточно Когда я снимала ролик для Estee Lauder У меня в посылке были румяна И тогда я их не использовала Я не помню почему в том макияже их не было Но так как у меня были эти румяна Я начала ими пользоваться У меня когда-то были другие румяна от Estee Lauder Я их отдала маме Очень красивые оттенки Такие знаете универсальные Которые подходят всем Это сияющие румяна И вот сейчас у меня появился Оттенок 310 И написано что это персик Ну да наверное что-то персиково-розовое С таким золотистым переливом Когда кожа пришла в порядок Я смогла пользоваться чем-то сатиновым С легким переливом Я начала пользоваться этими румянами И не могу остановиться Они настолько нежно наносятся на кожу С ними практически невозможно переборщить И вот кто интересовался Что за красивый хайлайтер у меня на фотографии Или чем я была накрашена В тот момент когда мы с Кариной беседовали в номере Это были просто эти румяна и скульптор Все Там не было никакого хайлайтера То есть они красиво сияют Это не хайлайтеры румяна 2 в 1 То есть это конкретная румяна Но с очень красивым переливом И оттенок очень освежает И я их обожаю Здесь также была кисточка Но я ее где-то посеяла Я редко рекомендую какие-то дорогие румяна В принципе я пользуюсь чем мак чаще всего Кико матовые мне нравились И не знаю Томфорд я закончила Практически у меня нет дорогих румян Но опять же Это тот вариант На который я бы сама еще раз потратилась Скажу вам честно Что я не так часто делала раньше акцент на глаза Не знаю С чем это было связано То ли мне было лень То ли просто не хотела Использоваться какими-то темными оттенками теней И потом Когда как-то хотелось отвлечь внимание Того безумия Что было на лице Я начала делать чуть ярче макияж глаз И не смогла остановиться И всегда Когда я использую какие-то тени Я наношу базу от бренда MAC Это то что показывала Карина Я как-то неудачно вырезала этот момент Извините Она скорее всего Называла Точно что это такое Это та база Которая не сушит веки Которая прекрасно держит тени На протяжении 24 часов Я правда так не хожу с макияжем Но я уверена Что если я в 7 часов накрашусь То в 12 приду И все будет так же безупречно Эта база Такая немного силиконовая По консистенции Ее нужно граммулечку На все века И на ней все как-то Более плавно растушевывается Более идеальной базы под тени Я не встречала И вот она действительно Влияет на стойкость Сейчас я накрашена тенями От бренда Kat Von D Об этих тенях Я еще никогда не говорила На своем канале Для меня это мега качество Это ее палетка Shade and Light И всегда когда мне нужно Сделать какой-то базовый макияж Или нужно было Потому что сейчас у меня появились Еще две палетки Которыми я часто пользуюсь Или когда мне хочется Сделать что-то как сейчас Я всегда беру эти тени И я могу рассчитывать на то Что у меня получится Плавная растушевка Здесь очень интенсивный Черный оттенок Только Ну вот знаете Я не могу сказать Что это прям все матовые Потому что вот этот сатиновый Но это такая базовая подборка Сначала кажется Господи Она такая скучная Вообще Чем отличаются Один коричневый от второго На самом деле На глазах Эта разница видна То есть Если вы хотите Чуть более теплый макияж Чуть более холодный Чуть более насыщенный То есть Вот эта минимальная разница Возможно Сразу не видна Невооруженным глазом Но когда вы начинаете Краситься И по чуть-чуть добавлять Это вау Они идеально тушуются У них Не такая мягкая формула Как у Анастасии Беверли Хиллс Но эти тени помогают мне наслаивать Помогают мне контролировать процесс Того, что я делаю на веках Потому что у меня очень часто получается Так Бунч И ого Как бы Я не хотела быть Травистидивой Я девочка ньют Но тем не менее Я также иногда люблю Такие макияжи Но они не смотрятся тяжелыми То есть Я так вы иду в люди И не буду себя чувствовать Некомфортно Мне кажется Что с этими тенями Получаются Именно Стильные макияжи Вот знаете Есть инстамакияжи Которые ты видишь в реальности И думаешь Господи Боже мой А есть такие Стильные макияжи Которые Вот Не знаю Хочется носить на каждый день Хочется быть чуть ярче Чуть смелее Но при этом не смотрятся вульгарно Вот Это наверное Самое подходящее описание Того что я хотела бы Донести Вот И то что я попробовала В апреле Это палетка Бранда Хеймеш И одна И вторая Они одинаковые По качеству И Я сейчас их брала В поездку Смешивала Все оттенки Пользовалась Всеми цветами Практически Вот это более розовая Хотя Ну я не могу сказать Что Здесь Чисто розовые Оттенки Нет Вот эти Шиммеры Господи Это настолько красиво Это как Что-то такое Дорогое Как какие-то такие Заморские пигменты Которых раньше я не видела То есть В них Цвета По сути Как бы нет Но когда наносишь Навеком Ты понимаешь Что Они переливаются Разными оттенками Что-то тут Немножко Склеилось И Вторая Палетка Вот такая Я показывала вам Ее в нанесении Господи Мне настолько Нравятся эти тени Я просто Каждый раз Когда я ими пользуюсь Я получаю Истинное удовольствие От Макияжа От процесса От эффекта От того Что у меня получается Они никогда не пятнят Чаще всего Я пользуюсь Вот этой палеткой Но Вот эту я купила бы Чисто даже Из-за вот этих вот Двух И пыльно-розовых Хотя Ну короче говоря Я не могу выбрать Простите Я уверена Что их можно купить Где-то на Ибре Мне их подарили Я бы сама Не додумалась Их купить Честно вам скажу Но я поражена Качеством Опять же Это очень похожая Формула на Вот эти тени Упс От Катфанди Но Вот эти шиммеры Это что-то фантастическое Ой Знаете Что еще хотела сказать Что этими же тенями Я красила жену своего брата Они шли на свадьбу И я даже немножко побаивалась Потому что у нее Прям холодный Такой Тип внешности То есть и кожа И брови Вот Все прям Гораздо холоднее Чем у меня Я думаю Сейчас как на косячу Я очень переживала Прям Ну у меня не дрожали руки Но Я второй раз Наверное ее красила Это с мамой Я там могу экспериментировать И она особо не возмущается Но По-моему Ей понравилось Когда она на второй день Сказала Что все идеально Продержалась И что красиво смотрелась На фотографии Блин Мне было очень приятно Я также пользовалась Вот этим скульптором От Make Up Forever На ней И тоже было очень красиво Кудра Я вам говорила Да И также выделяю Вот эти две помады От бренда Мак Одна из них Вам знакома Это Мэр Ею я была накрашена Очень часто И во блогах И также На свадьбу брата Я красилась Этой помадой Очень универсальный оттенок Он такой благородный Он такой красивый Но это матовая помада Вторую я откопала В своей косметичке Просто потому что Мне хотелось чего-то такого Сама не знала Чего-то кораллового Чего-то освежающего И когда я очень уставшая И понимаю Что нужно чем-то накраситься И как-то чуть освежиться Я беру все самое такое Лайтовое Но яркое в меру Чтобы не привлекать к себе Слишком много внимания И это супер комфортная помада Она не очень стойкая Оттенок космо Я уверена Что большинству Он подойдет И понравится Это знаете Такой Это не нюд Ну это И не коралловый И не оранжевый оттенок Это как бы Что-то такое Слегка бордовое Смешанное с коричневым Вот такой более темный Коралловый нюд И я ношу эти помады Без карандаша Они замечательные Вот Я просто убедилась В том что Есть средства Которые я настолько люблю Что из года в год Достаю Или докупаю Просто они настолько Вот Мои Вот Когда это настоящие любимцы Тебе хочется о них рассказывать Тебе хочется еще рассказать Что вот есть куча новинок А есть то Чем я пользуюсь годами И что Несмотря на все там Какие-то новые формулы Эти средства до сих пор остаются Вот прям номером один Моей косметички Вот Я не думала Что я буду говорить О шампуне Это шампунь от бренда Виши Из их линейки Теркос Наверное так это читается Это витаминная версия Я очень люблю их Маску с маслами И Вот этот мне подарили В Престуре Но он у меня был еще раньше У меня закончилась одна упаковка И потом в Престуре Мне подарили такой же К счастью Не было предела Спасибо еще раз Короче говоря Этот шампунь Вообще Не важно Вот знаете Какая вода Пользуюсь я бальзамом Кондиционером Или не пользуюсь Он просто делает волосы Блестящими Вот такими Ровными И они просто В отличном состоянии Потому что Когда я еду куда-то У меня потом Такое на голове Мама дорогая То есть Волосы очень сухие Они торчат Их невозможно уложить А с этим шампунем Все чудесно Он очень классно Промывает Он не пересушивает Написано Что он без силиконов И очень много Здесь компонентов Именно Именно Натурального Происхождения Я не читала Состав Ничего сказать не могу Верю тому Что написано На упаковке И тому Что я вижу В отражении В зеркале Говорю Что вот этот шампунь Супер классный Его надолго хватает Здесь такая Небольшая бутылочка 250 мл Но я уже даже не помню Как долго я им пользуюсь Реально очень долго Закончилась одна Вот вторая И однозначно Куплю еще Это все Что я хотела бы Показать в этом ролике Спасибо за ваше внимание Как обычно Все описания Все ссылки Я оставляю в инфобоксе Всех целую Обнимаю Пока-пока До новых встреч Уже совсем скоро